Знаете ли вы, что географически Россия очень напоминает Чили? Узенькую полоску земли, вытянутую на тысячи километров. И сейчас вы поймете о чем речь. На картах мира территория Российской Федерации кажется довольно большой. Страна занимает приблизительно 1 девятую часть суши земли. Но на самом деле Россия это небольшая страна. По населению, площади и экономике. В ВВП России всего лишь 1 сороковая часть мирового. Население 1,5. Среди бескрайних арктических пустынь, тундры, тайги и непролазных болот полезная площадь Российской Федерации – это всего лишь узкая полоска обитаемой земли, вытянутая с запада на восток. Вся идеология России всегда была построена на географическом величии и всяческом собирании земель. В кремлевских мечтах, как минимум, территории бывших советских республик должны снова принадлежать империи. А как максимум, русский мир должен помыть сапоги в Индийском океане. Так называемое присоединение Крыма, казалось бы, удачно вписывается в эту ура-патриотическую парадигму. Очень интересно, что скажут ура-патриоты, узнав, что только за 10 последних лет Россия потеряла территории, равные 36 площадям Крыма. По итогам сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году, 97 миллионов гектар, а это почти половина сельхозугодий, не используются. То есть заброшены, превратились в пустыри или заросли лесом. 36 площадей Крыма. Выяснилось, что за личными подсобными хозяйствами закреплено 77 миллионов гектар, а реально используется только 14 миллионов. Причем в 90% подсобных хозяйств нет ни свиней, ни коз, ни овец, ни крупного рогатого скота. Площади плодовых садов уменьшились втрое, пастбищ – вдвое. Пассивные площади уменьшились на треть, и это при официально декларируемом курсе на импортозамещение и развитие сельского хозяйства. Отбирать чужое, не умея распорядиться своим, хуже, чем преступление. Это потрясающая глупость, которую россиянам почему-то преподносят как победу. И что с того, что вы отжали Крым? Вместе с этим вы ведь действительно потеряли колоссальные площади, причем не пустоши и неудобья, а почти половину лучших территорий страны – земель сельхозназначения. А прибавив сюда тундру, арктические пустыни, тайгу и прочие непролазные дебри, получим еще более неутешительную картину так называемого величия Российской Федерации. Реальная география обитаемой России – это всего лишь узкая изогнутая полоска унылого замкадья, протянувшаяся от Пскова до Владивостока. Но голосуя за Путина в очередной раз, россияне, конечно же, вспомнят про Крым наш. Ведь именно этой первой победой будут агитировать больше всего. Ах да, еще в заслугу Путину поставят Олимпиаду 2014 в Сочи. Ту самую, с подменой мочи российских спортсменов. Вот такая вот забавная география так называемого величия России. Покажите ее Крым нашистам. Редактор субтитров А.Семкин